Павел, здравствуйте, слышно ли меня? Это произошло, была максимальная открытость, но пытались не нагнетать панику. Как вы, как ученый, оцениваете действия власти в то время? Я здесь вижу два направления. Первое – это диалог с общественностью и общественное восприятие социальных последствий этого события. А второе – это непосредственно сами действия по минимизации последствий, по предотвращению, так сказать, выхода радиоактивных веществ. Во второй части непосредственно, что делал Советский Союз? Были номеризированы значительные силы, военные, строители, ученые. То есть, с точки зрения непосредственно самой реабилитации и предотвращения возможных экологических последствий, Советский Союз все выполнил, все сделал. С точки зрения диалога с общественностью, диалога с внешним миром, понимаете, вот сейчас нам уже спустя 35 лет мы, наверное, смотрим, имея интернет, имея современные средства связи, где какое-то событие в любой точке мира сразу же распространяется всеми СМИ. Это были другие времена, это был другой подход к конституционной политике. Я считаю, что в первую очередь государство должно было понять, что случилось, должно было разработать план реабилитации, план, так сказать, минимизации критических последствий, что Советский Союз и сделал. А диалог с общественностью, я считаю, должен быть вторичным, чтобы не слишком сильно нагнетать обстановку, не запугивать людей, потому что в те времена мир еще не знал, что такое большие ядерные аварии. И для многих людей, многие люди в том числе мало знали о радиации, об атомной станции в мире. И, конечно, в этом случае это было впоследствии большим... Но думали эвакуировать даже Киев, насколько мне известно. Да, 110 километров, конечно. И как-то с трудом этого избежали. Правильно? В итоге это было абсолютно правильно сделано. Но то, что, например, Япония сделала, они эвакуировали огромное количество людей из своих домов, в 50-ти километровой зоне, очень много людей потеряли свое место жительства. Да, это было сделано в том числе для общественного восприятия, потому что общество требовало определенных решений от государства, от правительства. И, так сказать, Япония, чтобы показать, сохранить свой, так сказать, то, что они ставят безопасность людей на первое место, они пошли на очень большие меры по эвакуации населения. А делать этого было не нужно, да? Ну, в итоге многие вернулись обратно через какое-то время. Но мир требовал опленной реакции на это событие, и японское правительство это сделало. А то, что это коснулось жизни многих семей, которые, в принципе, никак на их здоровье не повлияло, о чем вышел доклад ООН о последствиях аварии в Ипусиме. В первую очередь, последствия таких аварий – это психологические и социально-экономические. Это кризис, общественный кризис, в первую очередь. Вопросы здоровья, экологии, они подогревают интересы, но, как мы знаем, сейчас в Чернобыль возят большое количество туристов. Сейчас это стало некой такой, так сказать, эксклюзивной, оригинальной туристической, так сказать, местом. И правительство Украины разработало специальный проект по превращению Чернобыля в туристическую зону для всего мира. Они разработали новый бренд Чернобыля для мирового сообщества. То есть теперь эта Чернобыльская станция используется как туристический, так сказать, аттрактор для страны, для путешествий в Украину. И я уверен, что много людей поедут в Украину именно посмотреть Чернобыль. А когда это все случилось, конечно, это были большие опасения здоровья людей. Константин Александрович. Да, Павел, здравствуйте. Вот полностью разделяю ваше мнение. Скажите, пожалуйста, ну вот правильно же мы понимаем, что самое главное еще в таких вот ситуациях, как вот вы сейчас Японию, Фокусиму, да, привели в пример, не допустить панику? Потому что от паники можно еще больше пострадать. Да, да, это, наверное, самое важное, потому что люди нечасто сталкиваются с такого рода информацией. Очень сильны у старшего поколения страхи от холодной войны, от ядерного противостояния, ядерного оружия. И вот эта вот тень, тень ядерной войны, она нависает над нашей отраслью. Очень многие люди боятся атомных станций, многие говорят, что вот это вот типа ядерное оружие, замедленные бомбы. Потому что очень-очень сильно было влияние холодной войны ядерной на социум. Вы знаете, что и в Америке особенно там вообще проводились у детей тренировки по гражданской обороне. Но общество меняется, в том числе меняются ядерные технологии. Современные реакторы, особенно те, которые строит Россия, они оснащены во многом гораздо более комплексными мультибарьерными системами защиты. Атомные санкции, несмотря на катастрофу в Чернобыле и катастрофу в Фокусиме, по статистике является самым экологически безопасным источником, который производит безвегулированное электричество, не выбрасывая отходы в атмосферу. Это важный момент, потому что если мы говорим о энергетике, энергетической безопасности, все мы пользуемся электричеством, все мы понимаем, что без него наша цивилизация уже не проживет. Но электричество имеет свою цену, бесплатных технологий не бывает. Это надо понимать, что мы еще не на той ступени цивилизации, наше развитие, где мы имеем безотходное, безопасное производство этой энергии. Но мы к этому идем. Да, Павел, сразу вопрос. А как Чернобыльская авария, катастрофа изменила атомную энергетику? Она на самом деле сильно изменила атомную энергетику, потому что на рефлексию последствий Чернобыльской аварии у мирового сообщества, по моим оценкам, ушло около 15 лет. Только к 2010 году и МАГАТЭ, и более-менее все крупные ядерные игроки заявили о новых планах по развитию следующих технологий ядерного поколения. В Советском Союзе правительство СССР приняло решение о создании специализированного института Академии наук ИБРАЭ, институт безопасного развития атомной энергии, который занимался и занимается уникальными исследованиями комплексной безопасности атомной отрасли. Помимо того, что они привели огромное количество исследований по Чернобылю, и теперь, в том числе, и по Фокусиме, они туда выезжали, они разрабатывают концептуальные, инновационные технологии вообще ядерной безопасности. Такие-то ловушки расплавов, ядерное моделирование, новые виды топлива. То есть как предотвратить такого рода сценарий в будущем? И этот институт за свою 30-летнюю работу создал ряд выдающихся ученых, советских, а теперь уже российских, которые разработали многие интереснейшие технологии безопасности реакторов, которые теперь уже воплощаются в новом строительстве. Вы знаете, что мы первая страна в мире, которая построила реакторы третьего поколения Плюс с ловушками расплавов. Это нам стоило дополнительных денег, но мы это сделали. И да, вот кажется, что у нас был Чернобыль, но тем не менее российская атомная отрасль извлекла уроки, потому что практически все атомщики, которые сейчас работают в Росатоме, они прошли через Чернобыль. Для них это был серьезнейший урок. И теперь Росатом, который заявляет о себе как о передовой энергетической компании, которая предлагает зеленую технологию безыглеродного электричества, так сказать, безусловно, опыт Чернобыля используется. Я могу вкратце сказать, что это, что в первую очередь для самих станций. Это мультибарьерные системы защиты, это система дожигания водорода. Вот то, что в Японии случилось, водородные взрывы, которые скопились наверху конфаймента, и крыши взорвало. У всех уже атомных станций новых, в том числе даже на старые поставили ВВРы, стоят дожигатели водородной смеси, чтобы вот эти взрывы не случились, то есть как то, что случилось в Фокусиме. Плюс, конечно, пассивные системы безопасности, новые материалы, новые виды топлива, которые устойчивы к расплаву. То, что в Чернобыле расплав просочился вниз, на более низкие этажи, и тогда вообще люди думали, что расплав попадет в грунтовые воды, и строили тоннель, строили основания, чтобы предотвратить попадание в расплаву. Но это, слава богу, не случилось. И этому целый фильм был посвящен американский, который радиофобный, который очень сильно испугал общество. Когда расплавленное топливо попало в землю и начало загрязнять грунтовые воды. Это сейчас уже будет менее вероятно. То есть, в целом, я хочу сказать, что атомная отрасль, помимо того, что она старается сделать технологии более дешевыми, более быстрыми, конечно, это важно для нас в момент, потому что мы конкурируем с другими отраслями, но самый большой драйвер развития ядерных технологий – это безопасность. Давайте, наверное, один из последних вопросов. Например, Франция, если я не ошибаюсь, отказывается от атомной энергетики, говоря, что мы развиваем зеленый. Не Франция, а кто отказывается из Европы? Германия. Да, отказывается от атомной энергетики, говорят, там, ветряки поставим, солнечные батареи. Разве атомные электростанции не более экологичны? Они более экологичны, но они требуют от политического руководства определенной политической воли. И когда Германия приняла решение о закрытии своей ядерной программы, это случилось во многом из-за политической ситуации в стране, когда канцлер Ангеля Меркель создала коалицию с зелеными, чтобы остаться у власти. И условия зеленых, это было закрытие атомных станций. Она пошла на этот шаг ради сохранения своего политического, так сказать, влияния, своего статуса. То есть это пример, как политики определяют экологическое и энергетическое развитие социума во многом, исходя из своих политических интересов. У Германии, тем не менее, я радуюсь за Германию, потому что они выступают лидером в зеленых технологиях, они внедряют много технологий, в том числе по электроэнергетике. Но в то же время у них выбросы выросли. Они, тем не менее, продолжают закупать электричество у Франции, которое производится на атомных станциях. У них поднялась стоимость электричества. И тот инженерный компетенции Германии, когда была компания Siemens, ряд эксплуатирующих компаний, когда немцы строили действительно передовые станции, у меня есть количество фотографий, немецкие станции особо выдающиеся, они очень красивые, очень современные. Они могли бы работать еще много-много лет, производя безуглеродное электричество, которое не выбрасывает, не загрязняет атмосферу, в которой мы все дышим. Но, тем не менее, они, эти свои новейшие передовые атомные станции, закрыли в угоду временной политической конъюнктуре. И теперь на этой позиции пытаются влиять на другие страны. Но, тем не менее, сейчас в Евросоюзе было исследование, проведено по заказу РФСК комиссии, Объединенный научный центр Евросоюза провел исследование ядерной энергетики по сравнению с другими технологиями энергетики, устойчивости, экологической безопасности. И признал ядерную энергетику абсолютно экологически безопасную, устойчивую, наравне с ветром и солнцем. А в некоторых направлениях она даже превосходит эти параметры. И это теперь разрешает инвестиции в Евросоюзе, чтобы они также пошли в строительство новых атомных станций. А это было ключевым вопросом Германии, потому что женщина из Германии возглавляет Европейскую комиссию, и они всячески противодействовали этому. Но, тем не менее, научное сообщество, так сказать, консолидировалось, провели большие исследования и показали, что атомная энергетика заслуживает инвестиций. И это политический вопрос, потому что общество в некоторой части расколто по этому вопросу. И многие хотят простых решений, быстрых решений, популярных решений. Многие не хотят изучать, откуда берется их аэлитричество, какая цена аэлитричества. А там на самом деле кроется очень много интересного. И вокруг этого сейчас ведется мировой диалог. Давайте у меня последний вопрос. Кто лидеры в мирном атоме? Какие страны? Кто с вами конкурирует? Все лидеры, потому что разные страны развивают разные технологии. И у каждой страны есть свои уникальные моменты. Например, Америка сейчас развивает малые модульные реакторы. Это микрореакторы, малые реакторы, которые требуют гораздо меньше людей, которые будут изготавливаться на заводе, что будет гораздо дешевле. И у них требования для персонала будут ниже. То есть они в перспективе смогут упростить эту технологию и развернуть ее во многих местах. Плюс они еще делают микрореакторы. И Америка за 30 лет вместо строительства новых станций они подняли с помощью своих инноваций, инженерных решений, подняли мощность своих атомных станций, по-моему, на 50%, а может быть даже больше. То есть когда другие страны просто строят новые атомные станции и повышают мощность, Америка просто подняла мощность еще на 50% от своих существующих атомных станций. Россия, безусловно, является одним из лидеров. Мы больше всего строим атомные станции, 36 реакторов. Помимо того, что мы строим атомные станции, мы предлагаем комплексный цикл поставки ядерных технологий, мы обучаем персонал, мы строим, делаем международное образование, мы изготавливаем топливо, его потом забираем обратно, мы его храним. То есть странам очень удобно сотрудничать с Россией. И плюс мы еще развиваем целый комплекс сопутствующих ядерных технологий. Это радиационные технологии, малые реакторы, поводные лодки, ледоколы, космические технологии, стерилизация, медицина. То есть Росатом пошел создавать целую ветку предназначенных технологий. Конечно, другие страны тоже это делают, но Россия в этой сфере очень активно развивается. Ну а Китай, конечно, будущий гигант, он уже сейчас строит огромное количество блоков внутри страны. И буквально две недели назад они вышли с заявлением. У них есть китайский проект, национальный китайский дракон, Хуалонго-1, реактор, который, кстати, основан на американской технологии. Но он их национальный проект. И они, конечно, конкурируют по деньгам и по сроку строительства, потому что с точки зрения инвестиций, финансов, это самые важные моменты. И вот сейчас они буквально две недели назад провели свой форум и объявили, что теперь их реакторы будут строиться на не 5 лет, а 4 года еще быстрее и на 75% дешевле. То есть они, помимо того, что они развивают непосредственно мощность реактора, новые технологии, новые виды топлива, новые материалы, они еще сократили срок строительства одного блока до 4 лет, что является самым передовым в мире. И еще они сократили стоимость этих реакторов на 70%, что тоже огромное достижение, и что в чем Росатом предлагает огромное количество усилий, потому что финансово-экономический мир, он оценивает эти показатели для инвестиций в атомную энергетику. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Важно, что мы здесь тоже в лидерах. Одни из лидеров, но мы разные. Сложно сравнивать. Каждая страна чем-то своим выделяется. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Спасибо вам за интересное учение.